Добрый день! Сегодня я вам расскажу о рождественских традициях Италии. Италия отмечает Рождество по католическому календарю 25 декабря. Это важнейшее для христианского мира событие совпадает с важнейшим для Римской империи праздником – Сатурн-Алиями. В этот день Древний мир праздновал зимнее солнцестояние – день, в который возрождается солнце. Языческий праздник не был забыт итальянцами, и до сих пор на Рождество поджигают большое полено, которое должно гореть вплоть до Нового года. Рождество в Италии – самый красочный праздник и строго семейный, праздник для детей, поскольку Рождество олицетворяет появление маленького Иисуса. Подарки в основном связаны с семейным уютом, украшениями для праздничного интерьера и стола. Золотистые, желтые или красные свечи в подсвечниках, украшенные искусственным хвойным веночком с бантами и ягодами. Итальянцы очень любят украшать дома, квартиры к Рождеству. На дверь они непременно вешают рождественский венок. К 24 декабря даже тротуары украшают красными ковромыми дорожками и елками в больших горшках. Одним из традиционных итальянских блюд этого праздника считаются тольятели. Тольятели – это примерно в сантиметр лапша в нашем понимании этого слова. Интересной рождественской традицией является и то, что стол, который накрывается в сочельник, состоит преимущественно из рыбных блюд, особенно в южных областях. Очень часто это спагетти с моллюсками, мидиями, соленой треской, различными ракообразными. В некоторых регионах Италии количество рыбных блюд может достигать 10, а то и 20. В Риме традиционным рождественским рыбным блюдом является капитоне – запеченный или жареный уголь, обязательно женского пола и с икрой. Многие блюда, а также ингредиенты блюд, которые появляются на праздничном столе, связаны с приметами и поверьями. Например, итальянский рождественский и особенно новогодний стол трудно представить без традиционной чечевицы и дзампоне – фаршированные колбасами и сосисками свиной ножки. Чечевица считается символом удачи, процветания и богатства. Круглая форма чечевицы олицетворяет собой монеты и считается, чем больше съешь чечевицы, тем богаче станешь в следующем году. Дзампоне также считается символом изобилия, и чем жирнее свиная ножка, тем лучше. Одним из обязательных блюд рождественского стола является индейка, фаршированная сложной начинкой из каштанов, яблок, груш, грецких орехов, телятины, шпика, трав и бренди. Что же касается религиозных и светских традиций и ритуалов, присущих итальянскому рождеству, то сочетание их несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Атмосфера праздника начинает создаваться за 8-9 дней до самого праздника. Большую роль в этом играют дзампоньеры – это пастухи с горных областей, которые в течение этих предпраздничных дней гуляют с песнями по главным дорогам больших и маленьких городов, устраивают мини-спектакли, играют на таких музыкальных инструментах, как дзампонья – это волынка из козлиной кожи, отдаленная родственница шотландской волынки, и черамелла – это деревянная флейта. Важной фигурой рождественских праздников является Баба Натали – итальянский родственник Санта-Клауса. Этот герой был позаимствован итальянцами у американцев. Кстати, вместе с традицией наряжать рождественскую елку, которая получила распространение в Италии только после Второй мировой войны. Баба Натали практически ничем не отличается от Санта-Клауса. Он также одет в роскошный красный костюм, и у него такая же большая белая борода, и он также живет в северных странах и путешествует на салазках, запрешенных северными оленями. Рождественской ночью он пересекает небо и тайком оставляет детям подарки, но только тем детям, которые заранее написали Баба Наталье, письма с пожеланиями. Письма можно опускать в красные почтовые ящики, которыми изобилуют улицы Италии. Кстати, одна известная итальянская фирма, выпускающая рождественскую выпечку, ежегодно проводит по этим письмам лотереи, в призовой фонд которых в последнее время стали включать и путевки приглашения в гости к Санта-Клаусу. Но кроме писем Баба Натальи, итальянские дети пишут письма своим родителям, о том, как сильно они их любят. Письма обычно кладут под подушку отцу, а после обеда в сочельник родители читают их вслух. И еще одна интересная итальянская традиция. Добрая фея, или добрая ведьма, Бифана, приносит детям подарки 6 января. Не на привычных нам санях, а на метле. Однако, если ты вел себя весь год плохо, то вместо долгожданных подарков получишь кусок черного угля. Ну вот и все про Италию. До свидания. Мир вашему дому. До новых встреч.